Когда мы узнаем Божью волю для своей жизни и понимаем, где Бог предназначил нам быть, мы должны сделать все, чтобы не уклониться от того, что Бог призвал нас делать. Не уклоняйтесь. Не позвольте дьяволу сбить вас с толпу. Не позвольте друзьям отговорить вас. Вам нужно проявить твердость и сказать, я буду делать то, к чему Бог меня призвал. Это место, предназначенное Богом для меня. Если вы будете послушны и останетесь в этом месте, вы увидите великий плод. Друзья, меня зовут Рик Реннер. В прошлый раз мы чудесно провели время, говоря о том, как прийти в соответствие с Божьей волей. Сегодня я буду говорить о том, как не сбиться с пути, как не уклониться от того, к чему Бог призвал вас. Совершенно точно. Когда вы придете туда, где должны быть, что-то попытается сбить вас с толку, направить вас в другую сторону и заставить вас делать что-то другое. Несомненно, это и случится. Потому что именно так и происходит. Поэтому важно знать, где вы должны быть. Петр говорит, старайтесь сделать твердым ваше звание и избрание. Вы должны точно знать, к чему вы призваны. Вы должны занять твердую позицию и сказать, когда я приду в свое место, я не отступлю. Но в 18 главе книги Деяний мы видим, что даже апостол Павел уклонился от того места, где должен был быть, спустя все те годы. Когда он противился Божьему призванию, он, наконец, оказывается в правильном месте, в правильное время, служит правильным людям и достигает успеха. Но появляются друзья, которые начинают оказывать на него давление. Под их давлением он покидает это место и начинает делать что-то другое. И как только он уклонился, к нему пришло разочарование, пришли неудачи и негативные последствия. В конце концов, он говорит себе, достаточно. Я возвращаюсь в то место, в которое Бог меня призвал. Место, которое Бог определил для моей жизни. И как только Павел вернулся на свое место, снова пришло помазание, пришла сила, пришли успех и обеспечение. Вот что происходит, когда вы находитесь в предназначенном Богом месте. Это не значит, что у вас никогда не будет проблем. Но когда вы находитесь там, где Бог предназначил вам быть, приходит сила, приходит обеспечение, приходит защита. У вас есть особая защита, когда вы в том месте, которое Бог предназначил для вас. Я так рад, что вы присоединились ко мне, потому что сегодня, в нашей программе, я буду учить о том, как не сбиться с пути. Если у вас есть искушение уклониться, возвращайтесь на правильный путь. Отец, я прошу тебя, во имя Иисуса, открой наши глаза, чтобы видеть Писание. Поведи нас в Писании туда, где мы еще никогда не были. Покажи нам в 18 главе книги Деяний, как не уклониться от твоего призвания во имя Иисуса. И я верю, что сегодня Дух Святой будет открывать вам смысл Писаний. Присоединяйтесь ко мне в изучении Библии, чтобы узнать, как не уклониться от пути, предназначенного Богом для вашей жизни. Добро пожаловать на сегодняшнюю программу с Риком Реннером. У пастора Рика есть для вас послание, которое вдохновит вас, укрепит и снарядит важными знаниями и глубоким пониманием Божьего Слова. Добро пожаловать на программу. Как я сказал во вступительной части, сегодня мы будем говорить о том, как принять предназначенное для нас Богом место. У Бога есть определенное место для вас. Недавно я встретился с одним человеком, который сказал, я так хочу узнать Божий план для своей жизни. Я успешен, но не чувствую, что я действительно на правильном месте. Многие люди испытывают подобное. Может быть, вы чувствуете то же самое, но вы можете узнать, какое место Бог приготовил для вас. Поэтому я учу об этом в цикле программ под названием «Примите Божьи поручения для своей жизни». Пять частей, удобный формат. Через эти программы вы узнаете, как сделать первый шаг и перейти туда, где Бог предназначил вам быть. Обратите внимание, что я говорю о переходе, потому что не всегда вы можете в один момент оказаться там, где нужно. Зачастую это процесс, и мне это знакомо. Не раз, принимая Божью волю, мне приходилось совершать этот переход. Нужно было пройти через что-то. То же самое мы видим в жизни апостола Павла. И мы продолжим изучать это сегодня, в 18 главе книги Деяний. Скачайте этот цикл. Пять программ. Цикл сопровождается прекрасным учебным пособием. Вы не пожалеете, скачав эти программы и учебное пособие. Они прекрасно дополняют друг друга и помогут вам лучше усвоить это учение. Я также хочу предложить вам электронную книгу под названием «Точка невозврата». Я написал ее, когда наша семья только переехала в тогда еще Советский Союз в 1991 году. Тогда мы перешли «Точку невозврата». Эта книга очень жизненная, потому что я написал ее в переломный момент нашей жизни, «Когда мы достигли точки невозврата, и я так счастлив, что мы сказали Иисусу «Да». И вы будете также счастливы, когда скажете Иисусу «Да». Избавитесь от своих страхов и войдете в призвание, предназначенное Богом для вас. Жизнь заиграет яркими красками. Вот о чем эта книга. Она полна здравых мыслей, которые помогут вам осуществить этот переход. Под заголовок гласит «Идите к своей цели со смелостью и благоразумием». Вам нужно и то, и другое. Всем новым партнерам мы предоставляем комплект аудиокниг. Одна из них — «Жизнь в зоне сражения». Это для партнеров. Партнеры, вы стоите вместе с нами, помогая нам нести Евангелие до краев земли. И вторая аудиокнига написана Денису, она называется «Дар прощения». Она небольшая, но очень сильная. В Евангелии от Матфея 28.19 Иисус сказал «Идите, научите все народы». Многие люди хотят пойти, но не знают, как совершать миссионерские поездки, как идти к другим народам. Но вы можете делать это, являясь партнером нашего служения. Вместе мы можем нести последовательное библейское учение людям по всей земле. Но мы не можем делать это одни. Нам нужны партнеры, которые помогут нам. Если эти программы – благословение для вас, помогите сделать их благословением для других, став нашим партнером. Вы можете стать партнером, зайдя на наш сайт или позвонив нам по телефону. Если вы уже партнер, спасибо, спасибо, большое спасибо вам. Спасибо за то, что стали партнером и помогаете нам служить людям, которые жаждут слышать ответы из Библии. У меня есть Библия. У вас есть Библия? Сегодня мы вновь обратимся к 18 главе книги Деяний. Мы увидим, что когда мы узнаем Божью волю для своей жизни и понимаем, где Бог предназначил нам быть, мы должны сделать все, чтобы не уклониться от того, что Бог призвал нас делать. Не уклоняйтесь. Не позвольте дьяволу сбить вас с толку. Не позвольте друзьям отговорить вас. Обратимся к 1 стиху 18 главы книги Деяний, где написано «После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф». В прошлой передаче мы узнали, что в первую очередь Павел был призван стать апостолом для язычников, служить язычникам. Но он отдавал предпочтение не язычникам, а иудеям. В прошлой передаче мы увидели, что первые пять лет своего служения он ездил по разным городам и всегда шел, прежде всего, к иудеям. Он всегда устремлялся в синагогу. Его тянуло к иудеям, как магнит, притягивая железо, потому что он сам был иудеем. Ему было комфортно среди иудеев, но его основное призвание было другим. И он сам признавал это, говоря «Я апостол для язычников». Ему потребовалось около пяти лет, чтобы принять место, которое Бог предназначил для него. Мы видим это в первом стихе 18 главы книги Деяния, где написано, что он пришел в Коринф. Когда он пришел в Коринф и сосредоточился на язычниках, начали происходить чудеса, знамения и великие дела. Он обрел такое благоволение от язычников, которого не имел даже от иудеев. Все это потому, что он был в правильном месте и делал правильные вещи. Вот что происходит, когда вы оказываетесь там, где Бог предназначил вам быть. Во втором стихе 18 главы книги Деяний говорится, что он нашел некоторого иудея именем Акилу, родом Понтянина, недавно пришедшего из Италии, и Прискину, жену его, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Павел направлялся из Афин в Коринф. Возможно, он думал, что ждет меня в Коринфе. В Афинах было распространено идолопоклонство, но там оно было достаточно утонченным. Коринф был своего рода сточной канавой древнего мира. Он был настолько падшим, что если где-то на другом конце света человек был пьяницей, его называли жителем Коринфа, жители Коринфа были известны своей распущенностью, сексуальной аморальностью, пьянством. В городе царило язычество. Город находился на самом дне. И вот Павел и иудеи, призванный идти к этому падшему обществу, приезжает в этот город и вдруг встречается с семейной парой, которая только что приехала из Рима. В Библии написано «найдя» греческое слово «юриско». Это удивительное открытие, неожиданное открытие. От этого слова происходит слово «эврика». Библия говорит, что они были изгнаны из Рима, потому что Клавдий повелел всем иудеям удалиться из Рима. Великий историк Свитони описывал это событие. Иудеи в Риме проповедовали Христа, и в результате начались серьезные волнения и гонения. Император Клавдий сказал «довольно» и выгнал всех иудеев из Рима. Акила и Прескила были изгнаны из своего дома, лишились своего служения, друзей, потеряли все. И я уверен, что они задавались вопросом, что же произошло. Мы потеряли служение, дом, потеряли все, и впереди неизвестность. Они отправились в восточный порт Италии, сели на корабль и прибыли в Каринф. Не потому что хотели. Никто не хотел ехать в Каринф. Он олицетворял социальное дно, но это был ближайший пункт назначения. Они прибыли в Каринф, сошли с корабля на западном побережье Греции и отправились пешком в Каринф. И в то же самое время человек по имени Павел шел в Каринф из Афин. Они столкнулись по пути в Каринф. Мне так нравится это. Несмотря на то, что все они были подавлены произошедшим в их жизни, Бог соединил их. У Бога все под контролем. Бог действует, даже когда мы не видим этого. Безусловно, не Бог организовал их изгнание из Рима. Но когда дьявол сделал свое дело, Бог сказал, я это исправлю, я познакомлю их с замечательным человеком. По пути в Каринф они столкнулись с Павлом, и Библия говорит, что они нашли друг друга. Слово Эврика, вот это да. Библия говорит нам в книге Деяний 18.4, что когда Павел пришел в Каринф с Акилой и Прескилой, во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал иудеев и, обратите внимание, и еленов. Это важно. Теперь Павел проповедует не только иудеям, но он расширил свой круг. Он изменил вектор своего служения и направил его на греков. Слово елен обозначает не иудейских греков, а именно греков. Также это слово обозначает язычников или идолопоклонников. Это были живущие во тьме, аморальные язычники. Но теперь Павел проповедует им, и это хорошо, потому что из книги Деяний 9.15 мы знаем, что это было его основное призвание. Он был призван стать сосудом для язычников. Это было его основное призвание. И вот он приходит в Коринф и расширяет сферу своего влияния. Теперь он проповедует не только иудеям, но и грекам. Другими словами, Павел начинает свой переход в то место, которое Бог предназначил для него. Для этого ему потребовалось около пяти лет. Написано, что он говорил в синагоге. Слово «говорить» — перевод греческого слова «диалегумай». «Дия» обозначает что-то доскональное. Вторая часть «лега» обозначает речь или «я говорю». Вместе эти два слова означают «досконально обсуждать». Он обстоятельно обсуждал что-то с иудеями и греками. Это значит досконально обсуждать со всех сторон, разбирать одно и то же несколько раз, обмениваться мыслями и идеями. То есть Павел вступил в общение и единство и с иудеями, и с греками. Сфера его влияния изменилась. Библия говорит, что он убеждал их. Слово «убеждать» — перевод греческого слова «пэйто». «Пэйто» — значимое слово в Новом Завете. Оно означает «уверять» или «убеждать», «уговорить». «Кто-то изменил свое мнение». Человек, который был уверен в чем-то, но его убедили думать совершенно иначе. Убеждение, которое формирует уверенность или точку зрения. Абсолютная уверенность, убежденная до глубины души. Непоколебимая уверенность. Павел проповедует иудеям, приводит их ко Христу, и он также проповедует язычникам. И несмотря на то, что это было новым для него, язычники относятся к нему очень благосклонно. Впервые с того момента, как он покинул Антиохию, его служение начинает процветать. Вот это да! А он действительно становится успешным. Почему? Потому что он, наконец, принял свое предназначение проповедовать язычникам. Как только он направил вектор своего служения на язычников, все стало на свои места. Затем в книге «Деяния» 18.5 происходит следующее. «А когда пришли из Македонии с силой Тимофей, то Павел, понуждаем, был духом свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос». Когда Библия говорит «понуждаем был духом», нам нужно взглянуть на этот стих несколько иначе, потому что слово «духом» отсутствует в самых ранних рукописях Нового Завета. В самых ранних версиях написано просто «Он был понуждаем». Слово «духом» отсутствует в самых ранних рукописях. Более того, слово «понуждаем», греческое слово «сунека», означает «быть под давлением или под принуждением». Оно подразумевает манипуляцию. Подумайте об этом. С того момента, как Павел пришел в Каримф, он был только с Акилой и Прескилой. Находясь с ними, он расширил сферу своего влияния, начал служить язычникам, начал добиваться успеха, в служении язычникам и затем в пятом стихе говорится, что пришли с силой Тимофей. Когда появились с силой Тимофей, внезапно Павел ощутил давление. Он почувствовал принуждение, давление и даже манипуляцию, чтобы вернуться к прошлому образу действий и проповедовать только иудеям. Силой Тимофей путешествовали вместе с Павлом на протяжении многих лет. На протяжении этих лет они видели, как Павел всегда шел к иудеям. Они видели, как Павел шел из одной синагоги в другую, в третью, в четвертую. И вот они приезжают в Каримф. Они не виделись с Павлом какое-то время. И вот в Каримфе они шокированы, изумлены тем, что Павел проповедует грекам или язычникам. Он должен был делать это с самого начала, но Силы и Тимофей не были готовы к этому. И похоже, что когда они приехали, они стали оказывать некое давление на Павла. Возможно, они даже говорили ему, «Что ты делаешь? Ты забыл, что ты иудей? Ты забыл, что Евангелие прежде всего для иудеев? Ты чем занимаешься? Ты тратишь все свои силы и время, проповедуя грекам, язычникам, ты же иудей, что с тобой произошло?» И это случилось именно в тот момент, когда пришли Сила и Тимофей. Поэтому в книге Деяний 18.5 написано, «Когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел, понуждаем, был». Здесь греческое слово «сунека». Он был под давлением. Он был понуждаем свидетельствовать иудеям, что Иисус есть Христос. Нет ничего плохого в том, чтобы проповедовать иудеям. Безусловно, иудеям нужно слышать это послание. Но было место, предназначенное Богом для Павла. И вот появляются его друзья и начинают давить на него. Возможно, даже обвинять и понуждать его прекратить делать то, чем он занимался, и вернуться к прежнему образу действий. Вот это да. В книге Деяний 18.6 написано, «Но как иудеи противились и злословили, слово «противились» весьма значимо. Это перевод греческого слова «анти-тасумай». «Анти» означает «против», подразумевает враждебность. «Тасо» означает «приводить, порядок, готовиться». Этим военным термином описывали войска, которые готовились к военной атаке, к наступлению. Вместе эти два слова обозначают продуманную схему, преднамеренную атаку, преднамеренное нападение. Иудеи в Коринфе так разозлились на Павла, что разработали стратегию нападения на него. И здесь написано, что они злословили. Слово «злословить» — греческое слово «бласфемео». Они действительно озлобились. Это слово означает «клеветать», «обвинять», «говорить против», «говорить унизительные слова», чтобы подорвать или испортить чью-то репутацию. Своими словами они начали нападать на Павла и его товарищей. Они начали обвинять их в ужасных, унизительных вещах. Вот что значит слово «злословить». В итоге Павел отряз свои одежды. Слово «отрясти» означает «неистово» или «яростно трясти». Это очень важно. Это ответное действие на слова Иисуса, сказанное в Евангелии от Матфея 10.14. Марка 6.11 и Луки 9.5. Иисус сказал, «Если люди не будут принимать вашего послания, отрясите одежды, отрясите прах с ног ваших». Это было своего рода обвинение, вынесенное иудейскому обществу. Павел говорит «я покончил с вами». И в 6 стихе он продолжает «я чист». Отныне иду к язычникам. Когда Павел говорит «я чист», по-гречески это звучит так «катерос эго». «Эго» — это «я», то есть он обращает внимание на себя. «Катерос» означает «что-то очищенное, чистое». Вместе эти два слова значат «я наконец избавился от вас». «Я свободен от вас». Павел определил для себя. «Я покончил с этим». «Я пытался служить вам на протяжении многих лет». «Но после этого происшествия в Каринфе я покончил с вами». «Катерос эго». «Я наконец избавился от вас и иду к язычникам». Отныне. В греческом это звучит следующим образом. «Апо ту нун». «Апо» — очень значимо. Оно подразумевает отделение. «Я отделяюсь от вас». «Я меняю свой курс, и с этого момента я иду в другом направлении». Вот это да. И в 7 стихе, 18 главы книги Деяний написано, «И пошел оттуда и пришел к некоторому чтущему Бога, именем Иусту, которого дом был подлиг синагоги». 8 стих. «Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом своим, и многие из Каринфин». Выделите слово «Каринфин». Многие из Каринфин, слушая, уверовали и крестились. Это слово «Каринфини» относится к язычникам города Каринфа. Оно относится не к иудейскому обществу, но к языческому. Когда Павел принял решение, «Я очистился от вас, избавился от вас, теперь я иду в другом направлении, меняю свой курс, апо-ту-нун, с этого момента я отделяюсь от вас, и я сосредоточусь на язычниках». Именно тогда что-то начало происходить в его жизни. Пришел настоящий успех. Крисп, начальник синагоги, главный человек в синагоге, Равин уверовал вместе со всем своим домом. Его покаяние стало настоящей сенсацией. И многие жители Каринфа, многие язычники, услышав, что главный иудей обрел спасение, были настолько впечатлены этим, что начали прислушиваться к посланию Павла. И даже Каринфини, огромное множество язычников Каринфа, слушая, уверовали и крестились. Но все это время Павел испытывал давление и мог уклониться от того, что Бог делал в его жизни. Если Бог открыл вам свой план, можете быть уверены, придет давление. Возможно, через голоса друзей или членов семьи, чтобы сбить вас с толку. Вам нужно проявить твердость и сказать, «Я буду делать то, к чему Бог меня призвал. Это место, предназначенное Богом для меня». Если вы будете послушны и останетесь в этом месте, вы увидите великий плод. Именно это произошло с Павлом, когда он принял решение остаться в предназначенном для него Богом месте в городе Каринфи. Наше время вышло, но я еще вернусь, чтобы помолиться за вас. Как оказаться там, где Бог хочет видеть вас? Но прежде, чем добраться до нужного места, вам придется оставить привычный уклад жизни. Когда же вы прибудете в предназначенное Богом место, то получите сверхъестественные благословения, сходящие на вас. Прослушав цикл аудиопрограммы из пяти частей, примите Божьи поручения для своей жизни, вы узнаете, как распознать то место, которое Бог предопределил для вас. Как привести свою жизнь в соответствии с Божьей волей? Как преодолеть страх перед неизвестностью? Как укорениться и процветать на новом месте, куда приведет вас Господь? Цикл аудиопрограмм доступен в удобном формате mp3 на нашем сайте igc.org. Вы также можете скачать электронную книгу «Точка невозврата». В данной книге Рик Реннер ярко описывает, как совершать шаги веры, ведущие к предназначенному Богом будущему. Пора перестать томиться в ожидании перехода через реку перемен, но верить, что воды раступятся, когда вы шагнете. Вы сможете сделать это, но только нужно знать, как. Ответ дает актуальная книга «Точка невозврата». Скачайте уже сегодня. Прочитав ее, вы продвинетесь вперед к воплощению Божьего замысла о вас. Не пропустите специальное предложение «Цикл аудиопрограмм», примите Божьи поручения для своей жизни и электронная книга «Точка невозврата». Скачайте прямо сейчас на нашем сайте igc.org. «Цикл аудиопрограмм» 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 Продолжение следует... 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 Продолжение следует...